Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События понедельника в репортажах наших респондентов. Главные новости. Начало нового учебного года противодействия распространению коронавирусной инфекции глава республики Рашид Тимрезов провел онлайн-совещание с главами городов и районов республики. Линейки в этом году состоятся только для первых и одиннадцатых классов. Каким будет новый учебный год Карачаева-Черкесии, об этом министр образования Инна Кравченко. Одно из современных и крупных образовательных учреждений в республиканской столице, 19-я гимназия Черкеска, стала победителем Всероссийского конкурса нашего года 2020. Как определиться с выбором будущей профессии? Благодаря программе «Билет в будущее» ребенок уже с шестого класса может пояснить, выяснить, какая профессия ему по душе. Сегодня в режиме видеоконференции связи глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел заседание Оперштаба с участием глав городов и районов республики. Тема совещания – совместная работа по проведению 1 сентября и противодействию распространения коронавирусной инфекции. Завтра дети пойдут в школу и в привычном формате сядут за парты, но это решение требует от всех нас, особенно на местах большой ответственности и неукоснительное соблюдение правил эпид-режима. Надеюсь, что и дети, и родители, и, конечно, учителя, отнесутся к ним с пониманиями и с ответственностью, сказал Рашид Тимрезов. Также приняли решение усилить контроль за соблюдением масочного режима как гражданами, так и работодателями. Главы администрации должны более плотно работать с населением, чтобы обеспечить современную, своевременную изоляцию контактных и тех, кто прибыл из регионов с неблагополучной эпид-ситуацией. Особое внимание нужно обратить на свадьбы, семейные торжества и поминальные обряды, которые проводятся с участием большого количества людей и зачастую при полном несоблюдении санитарных правил. Итак, завтра 6200 первоклассников Карачаева-Черкесии пойдут первый раз в первый класс. Многие школьники и студенты, а также их родители задаются вопросом, какие нововведения ждут школьников и учителей, в какой форме будет проходить обучение. Так, в этом учебном году в школах у каждого класса будет свой график занятий и перемен, а также посещение столовой и занятия спортом. Наша основная задача – это сохранение здоровья детей, обучающихся, воспитанников, соответственно, педагогических работников и, конечно, родителей. Поэтому решением регионального оперативного штаба было принято кардинальное решение, что линейки в этом году состоятся только для первых и одиннадцатых классов. Они пройдут в укороченном режиме. При сохранении и соблюдении всех мер безопасности, если школы, где у нас много параллельных первых классов, постараются эти линейки развести по временем, чтобы собиралось не больше двух-трех классов. То есть это обязательное условие. А также линейки обязательно пройдут на улице, посвященные Дню Знаний. Мы постараемся ограничить количество приглашенных родителей на линейку. И родителей попросим соблюдать меры безопасности и при себе иметь средства индивидуальной защиты в виде масок. 2 сентября на входе детей будут встречать классные руководители, которые будут проводить утренние фильтры и медицинские работники в том числе. Будут измерять температуру обязательно, желательно бесконтактными термометрами. На входе также будут стоять обеззараживатели с антисептическими средствами для обработки рук. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. То есть мы исключаем кабинетную систему, когда дети ходили по предметам к учителям. Теперь каждый учитель будет приходить в определенный класс. Дети передвигаться и перемещаться по классам, по кабинетам уже не будут. И вести из оперативного штаба. На сегодня Карачаево-Черкесии выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 5 115 человек. Из них 4 381 выздоровели. Госпитализированы 148 пациентов. Сегодня в Карачаевске почтили память генерал-полковника Султана Кикезовича Магомедова. Он был не просто хорошим военачальником, но искусным военным дипломатом и наставником для многих молодых людей, выбравших себе профессию служению Родине. На памятном мероприятии побывал и наш корреспондент Ахмат Халкечев. Почтить память Султана Кикезовича Магомедова пришли представители общественности, сослуживцы и те, кто просто гордится тем, что живет в городе, где он учился и вырос. После возложения цветов к могиле генерала собравшиеся почтили его память минутой молчания и совершили обряд дуа. Участников возложения от имени руководства Карачаевского городского округа поприветствовал заместитель мэра Азрет Караев. Султан Кикезович прошел 4 войны. Финскую, Великую Отечественную, Сирийскую и Афганскую. Выступавшие на возложении единоношно отмечали, что судьба генерала Магомедова – самый настоящий пример для подрастающей молодежи. Султан Кикезович – это эталон, можно сказать, советского гражданина, советского патриота, советского офицера, воина-защитника. Мы обязаны чтить, помнить и на его примере, на примере таких людей, как он, воспитывает нашу молодежь. Султан Кикезович Магомедов практически всю свою службу работал на различных крайне ответственных должностях. Он некоторое время был первым заместителем начальника военной академии имени Фрунзе, затем заместителем командующего Забайкальского военного округа. А в Афганистане был главным военным советником. И в запасе Султан Кикезович оставался в строю, посвятив свой огромный и бесценный опыт делу военно-патриотического воспитания молодежи. Сердце легендарного военачальника остановилось 31 августа 1989 года. У него случился инфаркт во время выступления на митинге ветеранов войны в Афганистане, который проходил в музейном комплексе с защитником перевалов Кавказа. В общей сложности у него было свыше 40 правительственных наград иностранных государств и СССР. Акмад Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. И время прогноза погоды слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы будут до 11-14. Температура ночью 11-16, днём 27-32. А в горах ночью до плюс 9, а днём до плюс 23. В южных и центральных районах высокая пожароопасность. В Черкесии без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-16, днём 30-32 градусов тепла. Это Вести в прямом эфире и мы продолжаем. 19-я гимназия Черкеска стала победителем всероссийского конкурса «Школа года 2020». Важно отметить, что школа вот уже второй раз становится победителем данного конкурса, где принимают участие многие образовательные учреждения страны. О конкурсе и о том, почему 19-я гимназия является школой год в второй год, подряд расскажет Алихан Лепшоков. Развиваться и достигать высоких результатов. Эти слова являются девизом для 19-й гимназии Черкеска. На сегодняшний день она является одной из современных и крупных образовательных учреждений в республиканской столице. Вот уже второй год 19-я гимназия принимает активное участие во всероссийском смотр-конкурсе образовательных организаций «Школа года», которая нацелена на стимулирование школ к новым профессиональным успехам через самоанализ. Директор Людмила Ревенко отмечает, что именно высокие знания учащихся позволили им стать победителями данного конкурса. Критерии, которые рассматривались, это и успешная сдача ЕГЭ учащимися, ЕГЭ и ОГЭ, это внеурочная деятельность, это участие в инновационной работе, в инновационной деятельности, рассматривалась проектная работа учащихся, а также улучшение материально-технической базы или внешний вид территории и здания. Необходим не только высокий показатель успеваемости учеников, но и активная внеклассная работа со школьниками. В 19-й гимназии этому уделяется особое внимание. Также, по словам директора школы, еще с прошлого года здесь обучаются дети, которые набирают 100 баллов на ЕГЭ и ОГЭ, причем не по одному предмету. Образовательное учреждение было отмечено сертификатом победителя и медалью, и включением в ассоциацию «Лучшая школа России». Кроме того, что мы подаем документы, посылаем результаты, посылаем видео, отправляем подтверждающие документы и справки об участии в тех или иных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. В том числе это и всероссийские олимпиады, в которых участвовали наши дети. Да, пусть они были дистанционными, но дети с удовольствием принимали в них участие. Все это сравнивается с федеральной базой, с результатами тех вузов, где дети наши принимали участие в олимпиадах. И только после этого дается заключение о том, соответствует ли школа званию «Лучшая школа России». Руководство 19-й гимназии уверено, что успех зависит от кропотливой работы, благодаря которой учащиеся всегда будут достигать высоких результатов. Алихалип Жоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Билет в будущее. Так символично называется проект, призванный помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии. В этом году в мероприятии федерального профориентационного проекта включились и организации профильного образования Карачаева-Черкесии. Ахмат Халкечев продолжит. Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению президента Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка». Программа рассчитана для школьников, учащихся с 6 по 11 классы и нацелена на раннюю профориентацию детей. По стране проект стартовал в 2018 году и за это время успел показать свою эффективность. Практические пробы по всем компетенциям школьники Карачаевой-Черкесии могут пройти на площадках, которые расположены на базе среднеспециальных образовательных учреждений Карачаевой-Черкесии. Ребенок проходит практические мероприятия либо в онлайн-режиме, либо на площадке и получает рекомендации по той или иной профессии. Есть ли у него склонности к данной профессии, может ли он чего-то достичь в этой профессии, куда он может поступить, чтобы получить данную профессию и так далее. Свои наклонности и потенциал в той или иной профессии можно проверить абсолютно с любой точки мира, пройдя в онлайн-режиме два практических мероприятия первого этапа. Очные профпробы начинаются только на втором, завершающем этапе. Чтобы попасть на практические мероприятия, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, пройдя определенные интерактивные пробы и заработать рекомендации. А после уже можно и на практические мероприятия, но для этого обязательно свое согласие должны подтвердить родители. А тем, у кого возникли сложности, готовы помочь волонтеры проекта. Он заходит на сайт, в тот же самый раздел «Билет в будущее», проходит все эти тесты, и по итогу этих тестов ему предлагается пройти эту ориентацию в том или ином учебном заведении. Если же такого не произошло, снизу у нас на сайте есть специальные ссылки, тот же самый Инстаграм, ВКонтакте и другие соцсети, через которые ребенок может связаться с нами. После того, как связаться с вами, вы будете уже... Да, мы уже сопровождаем его, полностью поддерживаем с ним связь. Как поясняет куратор проекта, он призван беречь самый драгоценный для человека ресурс – время. Ведь благодаря данной программе, ребенок уже с шестого класса может выяснить, какая профессия больше всего подходит именно ему. На сегодняшний день первые практические пробы в нашей республике прошли на базе Карачаево-Черкесского педагогического колледжа. Первое – это я ознакомила детей с профессией учитель начальных классов, знакомила с рейтингом профессии, насколько востребована данная профессия в нашем регионе. Затем я объясняла, что одной из задач учителя начальных классов – это уметь правильно оценить у детей знания, умения и навыки. Ну и, соответственно, объясняла, как составляются тесты, какие они бывают. Ученик седьмого класса восьмой школы республиканской столицы Никита говорит, что о проекте «Билет в будущее» узнал на сайте своей школы. Мне сразу стало интересно, какая профессия мне больше всех подойдет. Ведь я уже задумываюсь, в какой вуз мне поступать. А определившись выбором, я пойму, какие предметы мне необходимо изучать более углубленно, резюмирует юноша. Я перешел на сайт «Билет в будущее» и прошел тестирование. Оно было легкое и очень интересное. Затем мне предложили три профпробы. Три онлайн и одну очно. Но больше всего меня заинтересовала профпроба учитель начальных классов. Я узнал, что профессия учитель начальных классов очень интересная и совсем не скучная. Включиться в проект школьники могут до конца года. Еще координатор проекта в Карачаево-Черкесии Мадина Идиева отметила одну немаловажную деталь. Через официальный сайт «Билет в будущее» есть возможность попасть на площадку любой образовательной организации страны по заинтересовавшей ребенка компетенции. Ахмат Халкечев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия. Время звездопада в Карачаево-Черкесии вошла пятерку лучших мест для астротуризма в России. Сервис бронирования жилья для отдыха опросил пользователей социальных сетей и выявил, где стоит наблюдать звездопад. За специальную астрофизическую обсерваторию РАН в Нижнем Архызе на горе Пастухова проголосовали более 5% пользователей соцсетей. Изучать ночное небо многие туристы предпочтут именно в Карачаево-Черкесии. Таким был понедельник Карачаева-Черкесии. А прямо сейчас премьера фильма «Давай найдем друг друга». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова